Здравствуйте, это Влад. Рад представить вам новый авторский рассказ моего канала, так не бывает. День выдался такой солнечный, что, казалось, женщины старались не ходить в обуви с каблуками, боясь, что они навсегда погрызнут в размягченном от жары асфальте. Горожане по возможности прятались под кронами деревьев, крышами остановок и наслаждались прохладой магазинах кондиционеров. Но вся эта уличная жара не шла ни в какое сравнение с пеклом в стенах одной из самых известных в городе, нотариальных контор. Сам по себе воздух в заведении был вполне комфортным, благодаря дорогим системам охлаждения. Но страсти, накалявшиеся в этот день, были нешуточными, и от этого всем собравшимся участникам стало жарко. В данной конторе никогда не было проблем с посетителями. Люди шли сюда по записи, сменяя друг друга, но такого ажиотажа давно здесь не было. В одном тесном помещении собралось сразу больше десяти человек, желавших услышать лишь одно завещание. Если в ожидании назначенного времени они косо посматривали друг на друга, покашивали и нервно поглядывали на дверь, куда ждали приглашения, то, попав внутрь, уже не могли сдержать эмоций. Многие из них видели друг друга впервые, а те, кто был между собой знаком, тихо перешептывались. С чего начался конфликт, никто не успел заметить. Но вдруг грузный мужчина, промокавший лоб платочком, гаркнул сидевшему рядом пенсионеру в кепке. «Да что вы все знаете о покойном?» Прекраснейший был человек. Моя мать, когда он был маленьким, пару раз приглядывал за крохой. Моя мама была сестрой его матери, хоть и неродной, но все же. На эти возгласы пенсионер, оказавшийся лишь с виду Божьим одуванчиком, выпитив худую грудь, злостно заявил. «Я хоть и троюродный, но дядька, и мы порой, встречаясь с Левушкой, прекрасно беседовали, так что еще неизвестно, кто ему ближе». Что тут началось? Каждый старался перекричать соседа, перечисляя свои заслуги перед покойным и называя свою степень родства. Это было похоже на улиц с пчелами, хотя по тону, с которым вился спор, это было больше похоже на собачью свору, сыпившуюся из-за наживы. Если бы в эту минуту не появился высокий седовласый господин в строгом и явно дорогом костюме, дело вполне могло завершиться дракой. Посетители, не обращая на него внимания, продолжали ругаться, перекрикивая друг друга. Вошедший недовольно осмотрел скандаливших и громко кашлянул. На какую-то секунду все замолчали, и он успел сказать «это что за безобразие?» «Ну что за базар вы тут устроили?» Начал мужчина грозным голосом. «Попрошу сейчас же всех успокоиться». Но разгоряченных перебрамкой посетителей было уже не остановить. Кто-то замолчал, а кто-то продолжал выкрикивать оскорбления в сторону собравшихся. Особенно возмущалась ярко накрашенная дама байзаковского возраста. «Нет. Как левушка был жив, так что-то я никого из вас рядом с ним не видела. А как про завещание узнали, так тут как тут. Еще надо узнать, родня ли вы вообще, или так, седьмая вода на киселе». Вошедший мужчина, судя по всему, был тем самым нотариусом, и он, чуть повысив тон, прервал выступавшую. «Не заставляйте меня переходить на крик. Если вы сейчас же не успокоитесь, я вынужден буду перенести оглашение завещания». То ли его грозный голос, то ли сами слова о завещании возымели наконец-то силу. Все моментально замолчали, лишь злобно стреляя глазами друг в друга. Почти у всех, кто в этот день собрался на оглашение последней воли известного в городе хирурга, в душе была уверенность, что уже кто он точно не забыл. Каждый буквально видел свою фамилию первой в этом списке, кроме лишь одной женщины, тихо сидевшей все это время в сторонке. Кто, как не она, законная супруга умершего знала, что от покойного, как при жизни, так и теперь, после смерти, особых щедрот можно было не ожидать. Это по молодости, когда только познакомилась, надеялась получить любовь и внимание, но спустя годы уже не один раз пожалела об этом замужестве. А ведь когда-то все начиналось очень красиво. Анна в то время, окончив курсы машинописи, устроилась помощником секретаря в администрацию города. Ей просто повезло, и помогла девушке в этом нянечка из детского дома, где с десяти лет она воспитывалась. Аннушка, так ее ласково звали в приюте, вообще была любимицей всех, начиная от нянечек, заканчивая директором детского дома Екатерины Степановной. Та каждый раз при встрече говорила, какая же ты выросла красавица, все при тебе и внешность и ум, надеюсь найдется принц для такой принцессы. Девушка краснее опускала глаза и стеснительно отвечала, ну что вы, Екатерина Степановна, зачем мне принц, я замуж выйду только по любви, а не ради богатства. Когда однажды в одном из коридоров администрации Анна случайно столкнулась с высоким, подтянутым мужчиной, то не придала этому внимания. Случайно споткнувшись, Анна выронила из рук стопку папок, которые несла в архив, и Лев помог их собрать. Отдав последнюю, он ослепительно улыбнулся и сказал, готов такую красавицу сопровождать постоянно, чтобы не дай бог она опять не оступилась, но для начала очень хотел бы познакомиться и пригласить на свидание. Аннушка, не имея опыта общения с мужским полом, испугалась и, подхватив папки, поблагодарив незнакомца, быстро удалилась. Каково же было ее удивление, когда по окончании работы у входа в администрацию Анна заметила галантного джентльмена с огромным букетом в руках. Вы так быстро удержали, что я решил все же дождаться и познакомиться. Видимо, увидев испуганные глаза девушки, он тут же улыбнулся и добавил, да я вижу, вы меня боитесь, давайте тогда просто погуляем, напротив администрации есть прекрасный парк, вы расскажете о себе, я вам раскрою свою душу, глядишь, вы не будете меня бояться, тогда уже в ресторан можно будет вас пригласить. Он так по-доброму обворожительно улыбался, что Анюта согласилась. Они долго гуляли в парке, ели мороженое в уличном кафе и говорили, говорили, говорили. Лев оказался прекрасным собеседником, начитанным, умным. Анне с первых минут общения было с ним легко, как будто они были знакомы уже много лет. Он так много знал и интересно рассказывал, что Анна готова была слушать его сутки напролет. Мужчина оказался на целых 18 лет старше ее, но Анна совершенно этого не ощущала. Лев в то время был известной в городе личностью и трудился в самой большой больнице города с заведующим, хирургическим отделением. В администрацию он заходил, чтобы решить вопрос аренды помещения под свою клинику. Все, что говорил Лев, девушка слушала, буквально открыв рот. Они долго гуляли, после чего мужчина проводил Анну домой, галантно поцеловав руку, спросил. — Анюта, мы же еще увидимся. — Мне совершенно не хочется с тобой расставаться, но ты должна пообещать, что завтра разрешишь вновь встретить тебя с работы и согласишься со мной поужинать. Вернувшись домой, Анна не находила себе места. Эту ночь девушка почти не спала, все ее мысли были только о новом знакомом. Без него было грустно, одиноко, и Анна, переживая подобное впервые, еще не понимала, что влюбилась. Ей хотелось перевести все часы на вечер следующего дня, чтобы скорее встретиться со Львом. Лишь под утро она смогла заснуть, счастливо улыбаясь. С того дня Лев стал каждый день встречать ее на своей дорогой машине, чем вызывал злой шепоток, калик Анны по работе. Никто не мог поверить, что нищая детдомовка, живущая в однушке на окраине и не имевшая за душой ломаного гроша, встречается с богатым мужчиной, старшей себя по любви. Все обсуждали корыстные интересы девицы, лихо устраивающие свою жизнь за счет богатенького кавалера. Разве ж можно было объяснить, что вскоре Анна уже жить не могла, не видев хоть раз в день его. Она готова была слушать его сутки напролет, вдыхать запах его дорогого парфюма, чувствовать прикосновение его рук. Через месяц встреч она впервые побывала у Льва дома. Это был красивый загородный дом в коттеджном поселке. Все комнаты казались светлыми и уютными, с огромными окнами в пол. Девушка еще тогда подумала, сколько же времени требуется убирать такие хоромы, да еще и окна намыть. Совсем скоро она смогла это определить, как только они поженились. Лев через пару дней после свадьбы, обняв молодую супругу, сказал, «Любимая, я тут подумал, зачем нам чужой человек в доме? К тому же это лишние траты. Я уволил домработницу. Ты у меня молода и полна сил. Тем более теперь не работаешь, думаю, совсем легко сама справишься». Влюбленная по уши в супруга Анна тогда даже не подумала о том, что Лев женился на ней с определенными целями. Часто, бывая в высшем обществе города, ему, во-первых, нужна была такая молодая и красивая спутница рядом. Это значительно поднимало его статус обеспеченного и семейного мужчины. А во-вторых, понимал, что девушка из приюта не избалована заботой и вниманием, значит и требования у нее будут минимальные, либо вообще отсутствовать. Так все и вышло. Если до свадьбы он оказывал Анне хоть какие-то знаки внимания, дарит цветы и подарки, то после свадьбы Анна стала обложкой его успешной жизни, домработницей и кухаркой, и все это в одном флаконе. Ни о какой романтике не шло уже речи, и когда она однажды все-таки, собравшись с духом, через несколько лет после свадьбы завела об этом разговор, он почти сразу холодно оборвал ее. Слушай, что ты еще хочешь? Живешь как в раю, хороший дом, известный муж, наряды и выходы в свет, да о таком любая мечтает. Если тебя что-то не устраивает, без проблем, вперед на выход с вещами, был четыре раза женат, и пятый не проблема будет. В тот вечер он был выпивший, что, впрочем, бывало часто, и Анна, проплакав всю ночь, решила, что всему виной алкоголь. Ей очень хотелось верить, что у них со львом все будет хорошо, ведь бывали же вечера, когда он становился ласковым и нежным. Пару раз, вернувшись с работы, он с порога говорил, «Дорогая, сегодня мы будем ужинать не дома, одевая свой самый лучший наряд, едем в наш любимый ресторанчик». У них действительно было любимое место в центре города, маленький и очень уютный ресторан с живой джазовой музыкой. В такие вечера они, как раньше, нежно смотрели друг на друга, пили шампанское и танцевали под красивой медленной мелодией. Казалось, ради таких мгновений Анна готова была терпеть не всегда прекрасное настроение мужа, списывая все это на тяжелую работу. Анна даже употребление алкоголя старалась оправдать именно тем же, ведь стоять часами у операционного стола это нелегкий труд, думала тогда Анна. Первый год их совместной жизни Анна еще надеялась, что обязательно родит мужу ребенка, и тогда их семья точно станет полноценной. Но, скрывая свою проблему какое-то время, Лев на предложение обратиться к специалистам не удержался и сказал. Не надо никому обращаться. Прости, дорогая, но у нас не может быть детей, точнее у меня не может, но это же не страшно. Он виноват и посмотрел на побледневшую Анну и добавил. Ну что ты, малыш, нам же и так хорошо вдвоем. Дом вон какой, можем свободно путешествовать куда и когда захотим. А дети? Это же заботы, пеленки, бессонные ночи. Главное, что мы есть друг у друга. Муж казался таким ласковым и искренним, что Анна счастливо прижалась к его груди, решив, что и правда, живут же люди без детей. Со временем она очень на это надеялась, сможет уговорить мужа взять ребеночка из детского дома. Но еще через пару лет их совместной жизни Лев так изменился, что ни о каком ребенке не могло быть речи. Супруги все меньше общались и через пару лет уже жили как совершенно чужие люди, вынужденные существовать под одной крышей. Анне некуда было идти, потому что в первый год брака, открывая свою клинику, Лев уговорил супругу продать квартиру, полученную ей от государства, и пустил деньги, как он говорил, в дело. Самого же муженька все устраивало, в доме чисто, есть наготовлено, опять же молодая и красивая супруга, готовая за крышу над головой обхаживать его. Отношения между ними, как между мужчиной и женщиной, сошли почти на нет, потому что почти каждый вечер возвращаясь с работы, Лев шел к заветному бару на кухне и наливал большой бокал виски, потом второй, а потом часто прямо там же, сидя за столом, засыпал. Коллеги и знакомые замечали, что хирург стал сильно сдавать в последний год, сваливая все на психологическую нагрузку на работе и тяжелый труд. Только она, верная супруга, знала, что все его перепады настроения, аритмия и прочие сложности со здоровьем связаны с пристрастием к алкоголю, но сделать ничего не могла. Муж каждый раз, услышав ее срезанную просьбу, не пить орал. Ты что мне указывать собралась, нищебродка? Радуйся вообще, что я до сих пор не развелся, помалкивай и знай свое место. Ты жена известного на весь город хирурга, без меня ты пустое место. Именно так думала и его мамаша. Приезжая периодически в их дом, она вместо слов приветствия так и норовила облить грязью невестку прямо с порога. Левушка, и зачем ты пригрел на груди эту нищенку? Начинала она, артистично смахивая несуществующую срезу со щеки. Разве ж может человек, не имевший никогда своего дома, создать уют? Одна сплошная безвкусица, что в одежде, что в еде, что в интерьере. Лучше бы ты женился на дочке моей подружки, галочке, с высшим образованием, из благородной семьи профиаров и, кстати, до сих пор не замужем. Все это она говорила совершенно не стесняясь присутствия Анны, просто делала вид, что не замечает ее. Аня в такие минуты думала, было бы куда, она бы узнав о приезде свекрови, сбегала бы из дома. Но работы у нее не было, муж так хотел, подруга и родственников тоже, вот и вынуждена была слушать все эти нелестные речи в свой адрес. И все это длилось с первого дня их бракосочетания со Львом и до самой его смерти. Даже в кабинете нотариуса сварливая свекровь продолжала смотреть на Анну, как на врага. Яркая дамочка, это и была мать Льва, не убивавшаяся по сыну, а возмущенно выяснявшая степень родства собравшихся. Анне же в этот день совершенно не хотелось ворошить прошлое, и уж тем более она не собиралась обсуждать покойного мужа с кем бы то ни было. Она бы вообще не пришла сюда, понимая, что навряд ли скупой супруг ей что-то оставил. Он даже не постеснялся заключить с Анне брачный договор, мол, чтоб после его смерти она не содержала своих любовников на деньги мужа. Тогда ей было очень обидно, ведь она даже повода ему так думать не давала. Но он шутливо объяснил, что так делают все обеспеченные люди его круга, и Анна в очередной раз поверила мужу. Ведь она, выходя замуж, искренне его любила, считая его более мудрым в силу возраста и во всем была с ним согласна. Мысли Анны прервало злостное шипение рядом. Что, думаешь, левушка тебе что-нибудь оставил? Даже не надейся, он же чувствовал, что ты за него пошла из-за денег, значит, наверняка позаботился, чтобы ты осталась тем, с чем к нему пришла. Анна зло обернулась и тихо, но резко ответила. Эльвира Альбертовна, вы бы постеснялись, все-таки ваш единственный сын умер, а вы тут какие-то разборки устраиваете. Да мне ничего и не нужно, разве что жить негде, но думаю, я справлюсь. Вы хоть людей постесняйтесь и в память о сыне помолчите. Анна была совсем не настроена копаться в прошлом и уж тем более говорить плохо о покойном. Ей хотелось, чтобы быстрее все закончилось и можно было больше никогда не видеть этих людей. Наконец, нотариус, попросив тишины, начал оглашение завещания. В зале чувствовалось нервное напряжение. Старик в кепке то и дело тихо покашивал, поднося руку к лицу. Толстяк, устроивший скандал, каждую секунду вытирал капельки пота с алба. Мама шалева с ненавистью поглядывала на невестку, да и остальные пришедшие незнакомые они люди явно нервничали. Самой первой в списке наследников, конечно, оказалась Эльвира Альбертовна. Ей сынок завещал свой загородный особняк, в котором, к слову, продолжала жить Анна. В дополнение к этому, Лев отписал матери и все предметы роскоши, которых в их доме скопилось немало. Был период, когда он занимался коллекционированием дорогих антикварных вещей, имевших немалую цену. Выслушав нотариуса, дамочка повернулась к Анне и зло шепнула. Вещички то собрала, чтоб сегодня же духа твоего в доме левушки не было. Анна не стала ничего отвечать, только, отвернувшись, продолжала слушать завещание. Нотариус тем временем оглашал все новые и новые имена дальних родственников, многие из которых последний раз то видели усопшего еще в детстве. Все злобно поглядывали на молодую вдову, понимая, что сейчас оглашается мизерная доля того, что у хирурга было. Непонятно откуда, но все уже знали, что у того были немалые счета в банке и вложения в какие-то активы. Так как детей у пары не было, то получалось, что все самое ценное должно было достаться Анне. Но каково же было удивление присутствующих, когда нотариус сообщил, что у супруги покойного достается маленький домик в глухой деревушке в пару часах езды от города. По кабинету пробежал недоуменный шепот, и все удивленно обернулись на Анну. Она и сама сидела в растерянности. Всякое она ожидала от своего скряги, но такого уж точно не ждала. Анна знала про эту полуразваленную лачугу. Незадолго до смерти супруг явился, выпивший в прекрасном расположении духа и прямо с порога стал хвастаться. Ну что, сегодня у нас прибавилось недвижимости. Один пациент проигрался мне, а ты же знаешь, я долги не прощаю, так отдал домиком в деревне. Правда, судя по фото, дом стоит давно уж заброшенным, если только какие бродяги не обжили. Но это все же лучше, чем ничего. Анна знала, что у мужа кроме пристрастия к алкоголю было еще одно. Он часто поигрывал в карты и далеко не на спортивный интерес. Она даже могла определить, когда лев проигрывал, а когда, наоборот, оставался в выигрыше. В первом случае он возвращался злой и сразу, не раздеваясь, прямо в обуви направился к бару. В такие дни Анна старалась идти в комнату и не попадаться ему на глаза, потому что ничего, кроме скандала, ее не могло ждать. Если же лев выигрывал, то он с порога кричал, «Жена, я дома и голоден как волк. Твой муженик сегодня с добычей, фортуна была на моей стороне». Вот в один из таких дней он и сообщил о заброшенном доме за городом, но Анна даже подумать не могла, что это будет все, что ей оставит после смерти муж. Первой опомнилась мамаша льва. Анна, подойдя к невестке, зло прошипела. «Что-то ты не рада. Скажи спасибо, что лев хоть это тебе оставил. Ведь ты как пришла без копейки за душой, так и осталась на том же уровне жизни. Небось думала будешь жить припевающе на сбережении левушки. Не тут-то было. Мой сынок не дурак, и все дел правильно. Пожила как барыня и достаточно. Возвращайся в свой нищенский мирок». Анна, не желая больше ничего слушать, выскочила в коридор и, боясь упасть, присела на лавку и беззвучно разрыдалась. Она слышала, как ее бурно обсуждали возбужденные таким известием родственнички. Особенно отчетливо слышала скандального толстяка. А что она хотела? Повыскакивать замуж за мужиков, которые в папаше годятся и думают, что поймали птицу счастья за хвост. Вот, пусть сама без льва попробует прожить. Небось, работать то разучилось. Анна еще сильнее расплакалась. Ей было горько и обидно, что муж, с которым она прожила больше десяти лет, восемь из которых были сущим адом, оценил ее отношение к нему и любовь старой разваленной хибарой. Хотя он прекрасно знал, что случись что, ей даже жить негде. Ведь именно он уговорил продать когда-то ее единственное жилье. И именно он настоял, чтобы она бросила работу. В итоге теперь она осталась без средств к существованию и крыша над головой. Анна не помнила, сколько просидела в коридоре нотариальной конторы, но успокоившись немного, решила забыть все как страшный сон и попробовать начать жизнь заново. Сама себя, благодаря задальновидность, она все же сумела кое-что сэкономить из средств, выдаваемых ей мужем на бытовые нужды. Будто предчувствовала, что нужно рассчитывать только на себя и каждый раз понемногу откладывала последние лет пять. На эти деньги она сняла маленькую однушку на окраине и стала, потихоньку возвращаясь к жизни, искать работу. Не имея особого опыта и образования, что-то приличное найти было сложно, и тогда она вспомнила про детский дом. Она отправилась туда с надеждой, что поездка даст результат, о чем потом ни разу не пожалела. За прошедшие годы интернат сильно изменился, в помещениях современный ремонт, все было по-домашнему чисто и уютно, многие сотрудники остались те же и сначала и не узнали в статной ухоженной женщине, бывшую воспитанницу. Екатерину Степановну, директора, Анна застала в кабинете. Та была чем-то занята, внимательно изучая текст в компьютере. Мерком глянув на вошедшего, она спросила, вы по какому вопросу? Проходите, не стесняйтесь, сейчас только минутку дайте. Екатерина Степановна, здравствуйте, улыбнувшись, сказала Анна. Вы меня не узнаете. Директор сняла очки и тут же радостно восклыкнула. Батюшки, Аннушка моя приехала, я уже не ожидала, думаю, наверное, детишек нарожала и не до нас встала. Да ты проходи, проходи, присаживайся, рассказывай, как поживаешь, сколько деда, как супруг. Слышала, ты удачно вышла замуж, вижу, вон какая, как картинка. Они просидели несколько часов, и Анна рассказала всю свою жизнь, благо за это время их никто не потревожил. Под конец они, обневшись, расплакались, и Екатерина Степановна, гладя Анну по голове, как в детстве, прошептала, ты же моя девочка, за что тебе такое наказание? Вот правду говорят, что и в золотой клетке бывает горько. Потом она, отстранив Анну, вдруг сказала, а знаешь, что, Аннушка, приходи-ка ты к нам работать, пока пойдешь нянечкой в младшую группу, а там через полгодика дам направление, выучишься на тедагога. Ты в принципе жить тут можешь, у нас же есть комната для персонала, все экономия будет, пока зарплата небольшая. На это мы порешили. Анна со следующего дня вышла на работу и с радостью возилась с малышами. Она ведь давно хотела ребеночка, но из-за мужа была лишена такой радости. Детки были маленькими, все до трех лет, и с первой минуты полюбили Анну как родную. Поддавшись на уговоры Екатерины Степановны, Анне переехала в интернат. Ей выделили прекрасную комнатку на втором этаже корпуса со свежим ремонтом и новой мебелью. В жилье не было ничего лишнего, шкаф для одежды с зеркалом во весь рост, пара стульев, стол, комод и новый телевизор на стене, это все, что было в комнате. Но Анне большего и не надо было. Это, конечно, не хорома бывшего супруга, но зато тихое и спокойное место, где Анна могла побыть наедине со своими мыслями. Однако она старалась как можно больше времени уделять работе и возвращалась в свою комнату только к ночи. Женщина наконец-то стала отходить от событий последнего времени и все реже вспоминала прошлое. Несколько раз ее посещали мысли о завещанном Доне в глуши, и она подумывала отказаться от такого убогого наследства. Но хорошо, что один раз проговорилась об этом Екатерине Степановне. Та сразу же возмущенно сказала, «Да ты что, Аннушка, это все же хоть какая-то да недвижимость, ты бы съездила да сама поглядела, что там за избушка такая?» «Мало ли, что тебе наговорил супруг, может, она не так уж плоха?» «В конце концов, домик и продать можно, если жить не будешь, а ты вздумала отказываться». «Бери-ка ты завтра, девонька, выходной, и я отправляюсь осмотреть на свое богатство, а уж по месту решишь, что с ним делать». На следующее же утро Анна на первом отправилась за город. То, что местечко всего в двух часах езды от города может быть настолько заброшенным, она даже не подозревала. Дороги на подъездах были такими убитыми, что казалось проехать по ним легковушкам просто невозможно. Большая часть домов была заколученной, а какие-то уже почти рассыпались от времени. Жилыми выглядели домов десять, да и то жителей возле Неханна не видела. Прямо на остановке стоял маленький кирпичный магазин, который последний раз работал наверняка еще в прошлом веке. Он смотрел на мир глазницами выбитых окон с широко распахнутой дверью, висевшей на одной петре. Казалось, первый же паров ветра легко оторвет ее и унесет на другой конец деревни. От увиденного Анна поежилась и уже пожалела, что вообще сюда приехала, но решила не отступать и все же посмотреть на свое преданное. Дом оказался вторым с конца деревни и выглядел очень убогим и неприятным. Покосившийся местами заваленный забор уже почти не ограждал территорию. Анне показалось, что как только она откроет калитку, все ограждения ляжут прямо на землю, но на удивление этого не произошло. Женщина робко вошла на территорию участка и стала осматривать дом, хотя домом это уже сложно было назвать. Выцветшее, поселевшее от времени строение, казалось, могло в любой момент сложиться как карточный домик. Окна были на крест заколочены какими-то бесформенными деревяшками, а стекла частично были разбиты. Над входом зияла дыра вместо оконной рамы на чердак и видно, почувствовав человека, оттуда вылетела стая черных ворон, громко каркая. Анна, испуганно вздрогнув, сделала шаг назад, но, решив все же осмотреть изнутри строения, достала ключ, подданный нотариусом. Дверь выглядела так, будто в нее кидали ножом и изрубили во многих местах. На двери не было даже ручки, и Анна, повернув ключ в замочной скважине, с трудом смогла ее открыть. Внутри избушки было ничуть не лучше, чем снаружи. В коридоре валялся всякий хлам, через который Анна, брезгливо переступив, попала в одну из комнат. Всего в доме их было три, и они были похожи одна на другую, с выцучими и жутко грязными обоями. Мебель почти вся была ломаной, казалось, что здесь была жуткая драка или дом громили выпившие бродяги. По всему жутко грязному полу валялись пустые бутылки и осколки какой-то посуды. Вонь в помещении стояла невероятная, и Анна даже не могла понять отчего. Женщине очень хотелось развернуться и бежать из этого места без оглядки. И, возможно, она так бы и сделала, но в этот момент ее внимание привлекла небольшая дверца на полу прямо посередине одной из комнат. Какое-то время, посомневавшись, Анна все же решилась проверить, что может находиться там. На удивление, деревяшка очень легко поддалась, и женщина увидела лестницу, ведущую в подвал. Фантазия Анны рисовала спрятанный в подвале клад, и, казалось, спустившись вниз, она откроет какой-то секрет или тайну. Но почти сразу женщину постигло разочарование. Ничего подобного в подвале не было. Все было точно так же, как и наверху, в самом доме. Грязь, вонь, куча ненужного хлама и тряпок и больше ничего. Анна злой еще раз обернулась по сторонам и уже собралась уходить из этого затхлого места, как вдруг увидела самодельную кровать, собранную из каких-то фанерок и деревяшек. Лежанка стояла в самом дальнем и темном углу, именно поэтому не сразу бросилась в глаза. Рядом стоял стол с надломленной ножкой и какая-то тумбочка, в которой был лишь один целый ящик. Анна подошла поближе. На кровати лежал какой-то грязный матрас и поверх него была скомка на какое-то подобие одеяла. Все это наталкивало на мысль, что тут явно кто-то жил и, возможно, даже не так уже давно. Брезгливо, буквально двумя пальцами, она стала перебирать все содержимое этого лежбища. Анна поднимала и трясла каждую тряпку, будто надеясь что-то найти, хотя сама не понимала, что именно. Неожиданно заметила какую-то надпись на краю тряпки, похожей на простыню. В его удерживают силой и просил передать это, позвонив по телефону. Вернувшись в город, Анна тут же позвонила по указанному номеру. На том конце женщина разрыдалась, узнав, по какому поводу звонок. Анна испугалась и не знала, что делать. Но в этот момент в трубке раздался дрожащий мужской голос. «Девушка, где этот дом? Я сейчас же за вами приеду, скажите только куда? У меня полгода назад действительно пропал сын, и, вероятнее всего, именно там его держали бандиты». Буквально через полчаса к воротам детского дома подъехала дорогая иномарка, и вышедший из нее мужчина представился Олегом. По дороге он рассказал, что единственный сын был его счастьем и гордостью. В свои тридцать он многого добился и с радостью помогал отцу в бизнесе. Но однажды Игорь не вернулся с тренировки по теннису, на которую ходил три раза в неделю. Дрожащим от волнения голосом продолжал Олег. Его не было ни вечером, ни утром следующего дня. Телефон отключен. Все, что было известно, это то, что выйдя из спортивного клуба, он сел в машину и отправился в сторону дома. Немного помолчав, Олег сделал глоток воды из бутылки, стоящей рядом, и стал говорить дальше. Что я только не делал. Куда не обращался, лишь бы найти сына. Поднял всю свою службу безопасности и всех детективов, но никто так и не смог найти моего мальчика. Приехав на место, где, похоже, и держали Игоря, отец со слезами на глазах проходил каждый сантиметр этого убогого жилища, не думая даже о том, что может испачкать свой дорогой костюм. Сев на кровать в подвале, он разрыдался в голос и стал шепотом говорить. Мальчик, мой мальчик, как же ты здесь жил, что эти гады с тобой сделали? Какое-то время он еще сидел, раскачиваясь из стороны в сторону, потом вдруг поднял лицо, настоящее все это время в сторонке Анну, и спросил. Как вы попали в этот дом? Кто в нем жил раньше? Женщина стала быстро рассказывать, как стала хозяйкой этой избушки. Она не видела в темноте лица мужчины, но понимала, что для него важна любая мелочь. Заканчивая рассказ, она тихо, как будто оправдываясь, сказала. Но все это было явно до того, как мой супруг выиграл этот дом. А про то, что было до этого, он явно не догадывался. Сильно ленив был мой лево, чтобы заглядывать в каждый уголок этого здания. Он когда отобрал этот дом, сказал, что всего-то раз его и видел, приехав оценить, покроет ли он карточный долг проигравшего. Когда они вернулись в город, Олег Антонович попросил у Анни документы на дом, чтобы узнать предыдущего владельца. Он тут же кому-то позвонил, достав из кармана пиджака телефон и продиктовав всю необходимую информацию, вернул бумаги Анне. Буквально через пять минут ему перезвонили, и он, выслушав все, поблагодарил и уже обращаясь к Анне, сказал, теперь мне все становится понятно. Именно кого оформлена эта хибара мне хорошо известно. Это был дом одного из дружков моего бывшего компаньона. Наглец был когда-то моим другом, и мы вели общий бизнес. Постоянно завидуя мне, он старался всегда вставлять палки мне в колеса. После очередного конфликта я решил разделить бизнес, чем сильно задел его самолюбие. Он считал, что достоин большего, нежели у него осталось после раздела. Именно тогда и пропал мой сын. Но за все это время я даже подумать не мог, что человек, с кем мы столько лет проработали, способен на такое. Анна, спасибо вам огромное, что не прошли мимо просьбы сына позвонить. Я ваш должник. Если будет что-то нужно, звоните. Он протянул визитку, и Анна, взяв ее, сказала, желаю вам удачи, и я тоже помогу, чем смогу. Бывшего компаньона Олега Антоновича очень быстро нашли, и, посадив до суда, завели дело. Он оказался очень трусливой личностью, и на первых же допросах выложил все как на духу. Оказалось, он несколько месяцев удерживал Игоря в доме своего дружка, пока тот не проигрался в карты. После этого вынужден был перевести несчастного парня в другое место, которое выдал сразу же на первом допросе. Анна была в курсе всего происходящего благодаря Олегу Антоновичу. Он стал очень часто по несколько раз в неделю приезжать в детский дом и привозить книги, игрушки и одежду для воспитанников. В какой-то момент Анна обратила внимание, что каждый свой приезд он старается найти директора и пообщаться с ней. Когда в очередной раз спонсор уехал, Анна подошла к Екатерине Степановне, улыбнувшись, сказала, «Ну вот, пророчили вы мне богатого жениха, а, похоже, сами такого встретили». Олег Антонович, кажется, на вас глаз положил. Талиш смущенно отмахнувшись ответила, «Да ну тебя, Аннушка, какой жених в мои то годы! Буду со своим барсиком, котом персидским, а не женихом за морским век доживать». Однажды Олег Антонович приехал, и было видно, что его что-то сильно тревожит. Когда-то спортивный и подтянутый мужчина превратился почти в инвалида. Ноги, побывавшие в кандалах больше полугода, были сильно повреждены и уже начали загнивать. Неоказанная вовремя помощь привела к сепсису. Игорь поместили в самую дорогую клинику в городе, вызвали лучших специалистов, профиаров и светил медициной из других городов. Отец готов был отдать любые деньги, лишь бы поставить сына на ноги, но невозможно все купить. Приехав очередной раз в детский дом, Олег Антонович пожаловался Анне, что сыну срочно нужно делать операцию. Для этого требуется переливание крови, а времени на поиски донора нет. Но вы же, как отец, можете стать его донором, удивленно сказала Аня. Мужчина присел на стол и тихо сказал, «Не могу». Дело в том, что Игорек не родной мне сын. Мы с женой очень любили друг друга и хотели большую семью с кучей детишек, но, видно, не судьба была этому сбыться. Что мы только не делали, каким только докторам не показывались, все напрасно. Тогда мы и решили взять ребеночка из приюта. В нашем городе тогда еще не было этого детского дома, и мы ездили по ближайшим городам в поиске малыша. Жена, как только увидела Игорка, сразу сказала, что он наш, и больше никого искать не стали. Так в семье появился любимый и очень желанный сынок. Он, кстати, до сих пор не знает, что не родной нам. Жены не стало, когда Игорь только поступил в институт. Для меня это была страшная трагедия, но я понимал, что ради Игоря должен дальше жить, и он для меня стал светом в этом суетном мире. Выслушав, Анна тихо спросила, а какая группа крови ему нужна? Может, среди знакомых сможем найти? Услышав ответ, Анна не могла поверить в то, что сказал мужчина, но группа крови была точно такая же, как у нее. Узнав это, он обнял ее, не сдерживая слез, проговорил, моя ты девочка, ты второй раз нас спасаешь, я твой должник по гроб жизни. Поехали скорее в больницу, ни о чем не думай, ничего не бойся. Это лучшая клиника и самые лучшие специалисты. Отделение и правда было идеальным, палаты на одного человека, все беленькое и новое, удобная кровать, в палате холодильник и телевизор. Выданная одежда не казалась больничной, красивая сорочка с рюшками и такой же в цвет халат вполне могли бы быть домашним гардеробом. Новые тапочки были запечатаны в пакет и стояли у кровати. Несколько полотенец и все самое необходимое для гигиенических процедур было в душевой, которая также была прямо в палате. Анна когда-то давно, еще в детстве была с отравлением в больнице, но это было небо и земля с тем, где она оказалась теперь. В первые же часы у нее собрали все необходимые анализы и оставалось только ждать. Анне смотрела какой-то сериал, когда в палату вошел Олег Антонович. Он выглядел немного растерянно, держа в руках белый бланк с какими-то данными. Анне показалось, что он в любой момент может упасть без чувств, и она кинулась на помощь. Поддерживая под руку, помогла присесть мужчине на край кровати и быстро налив стакан воды притянула его. Олег Антонович, сделав несколько глотков, поблагодарил и отдал обратно. Через пару секунд он, посмотрев прямо ей в глаза, сказал, пришли твои результаты. Вы с Игорем родные брат и сестра. Услышав это, Анна на автомате с залпом выпила воду, которую в этот момент держала в руках. Анна поверить не могла в услышанное. У нее есть родной брат и он в двух шагах от нее, но как такое могло произойти, непонятно. Видя, как растеряна Анна, Олег Антонович взял ее за руку и тихо сказал, мы обязательно узнаем причины, но сначала надо спасти Игоря и теперь ты это сделаешь для близкого и родного тебе человека. Несколько дней, проведенных в бойнице, показались они вечностью. Ей не терпелось увидеться с братом, а еще хотелось узнать, почему их разлучили. На все вопросы смог вскоре дать ответ Олег Антонович. Он нанял детектива, который смог очень быстро все разузнать. Оказалось, мать с отцом погибли в страшной аварии, когда близняшкам было чуть больше полутора лет. Малышей забрала к себе бабка, мать отца, но сама от переживаний по погибшему сыну так, в возрасте почти трех лет брат с сестрой попали в детский дом, но не в этом городе, а в райцентре недалеко от деревни, где жили. Через пару лет к местной власти было принято решение расформировать интернат, а детей отправить во вновь отстроенный городской. Тогдашний директор районного детского дома, решив напоследок заработать, согласился пойти на преступление. Именно в тот момент приехали в поисках ребенка Олег Антонович с женой, которые даже не подозревали, что у понравившегося им малыша есть сестренка. «Разве же мы бы вас разлучили, будто извиняясь», сказал мужчина. «Мы вполне бы и с радостью взяли и двоих, но нам никто никто не сказал». Мы тогда еще удивились реакцией директора, он как-то мялся, что-то мямлил, вот я и предложил ему тогда немалую сумму. «Видимо, деньги сделали свое дело, и Егорка мы усыновили, а ты, получается, осталась там». Анна стала вспоминать. Действительно, в детстве с ней рядом часто был один мальчишка, но с годами она смутно уже помнила, как он выглядит и думала, что это обычный одногруппник. Порой ей правда именно он снился по ночам, но она и подумать не могла, что это ее брат. Анна с нетерпением ждала, когда к Ивану можно будет зайти в палату, и как только лечащий врач дал добро, Анна, влетев, кинулась на грудь ничего не понимающего мужчины. Сбивчиво хлюпая носом и вытирая слезы, Анна рассказала все, что узнала от Олега Антоновича. Войдя в палату, тот встал прямо на пороге, глядя, как обнимаясь, плачут его дети. Ведь за прошедшее время он успел все обдумать и точно для себя решил, что больше никогда не даст разлучить сестру с братом. Для него Аня стала такой же родной, как и сын. После выписки из больницы Олег Антонович был категорически против, чтобы Аня жила в детском доме и стал уговаривать. Аннушка, я же не против, чтобы ты там работала, детки это всегда хорошо, но жить ты можешь у нас. Домина огромная, всем места хватит, да и к брату поближе. Но Аня категорически отказывалась, ссылаясь на то, что, мол, чтобы часто видеться, не обязательно жить вместе. Да и дом в деревне пусть плохонький, но у нее есть. Хотя сама прекрасно понимала, что жить в той лачуге невозможно. Анна действительно стала часто навещать брата, старательно ухаживая за ним, как за малышом. Анна, как будто наверстывая упущенная, заботливо кормила его с ложечки, а тот лишь весело смеять говорил. Ну что ты со мной как с маленьким, я уже вполне могу сам за собой посмотреть, не поверишь, но я уже лет тридцать как научился сам держать ложку и вилку. На что та делала серьезно и грозно заявляла. Вижу я, какой ты самостоятельный, лежишь вон весь в бинтах, вот встанешь на ноги, тогда и будешь все сам делать. А пока уж, прости, но я как сестра обязана за тобой присматривать. Анна продолжала работать в детском доме, души нечая в своих подопечных. Анна была готова сутки напролет возиться с малышами, отрываясь лишь на поездке к брату. Олег Антонович по-прежнему частенько приезжал в их заведение, только теперь уже не стесняясь являлся с огромным букетом и шел в первую очередь в кабинет директора. Весь персонал шушукался, что у Екатерины Степановны роман с миллионером, да это было и видно. Женщина помолодела лет на десять и стала еще краше, чем галантным и интересным мужчиной. Несколько раз они ходили в театр, откуда Екатерина Степановна возвращалась словно на крыльях. Глядя на эту красивую седовласую пару, Аня очень хотела, чтобы они были счастливы. В один из своих приездов в детский дом Олег Антонович загадочно улыбнулся и сказал «Аннушка, а не прокатится ли нам за город?» Вон Игорь согласился составить нам компанию, уже сидит в машине. «Думаю, можно Екатерину с нами пригласить, нам всем будет невредно подышать свежим воздухом». Анна чувствовала, что он что-то задумал, но была не против провести время с братом, да еще и на природе. Все вчетвером они весело ехали всю дорогу, но так и не смогли узнать за это время, куда же их везут. Однако Анне путь показался до боли знакомым. Места вроде бы были те же, только многое изменилось. Вместо разбитой дороги машина гладко шла по новенькому асфальту. В казавшейся заброшенной деревне появилась красивая современная остановка. Анна уже представляла, как из-за поворота появится старый развалившийся дом, доставшийся в наследство от муженька. Но каково было ее удивление, когда на месте старой лачуги она увидела новенький пахнущий деревом домик. Перед ним был идеальный участок с газоном и парой кумб, а вместо покосившегося забора великолепно смотрелся новенький плетеный. Анна не могла поверить своим глазам. Олег Антонович, заметив, как растерялась женщина, аккуратно взял ее руку и, вложив в нее ключ, сказал, «Раз уж ты не хочешь жить с нами, будешь жить в своем отдельном доме». Надеюсь, обо всем основном мы позаботились, а остальное сама обживишь. Глаза Анны наполнились слезами. Она стояла, боясь сделать шаг. Подошедшая Екатерина Степановна обняла ее за плечи и тихо проговорила, «Ну что ты, девочка, иди открывай!» «Ты этого заслужила!» «И зови нас в гости!» Анна робко поднялась на крыльцо, дрожащее от волнения, рукой вставила ключи в замочную скважину. Это уже была не та разбитая дверь в жуткую избу и завжавившийся замок, а новенькая дверь с красивой резной ручкой и звонком по правую руку. Анна не верила в происходящее. Все было как будто не с ней или во сне. Аккуратно сняв туфли у дверей, она стала медленно обходить метр за метром. В доме было все идеально подобрано. Шторы, мебель, посуда были новенькими. И чувствовалось, что куплены они с любовью. Строение было настолько новым, что в некоторых местах на стенах Анна заметила выступившие капельки смолы. Хозяйка, проходя по комнатам, трогала аккуратно все руками, как будто пытаясь убедиться, что все это на его. В реальность ее вернул голос брата. Ну что, хозяюшка, чаем-то гостей хоть напоишь. Он стоял, улыбаясь, опираясь на костыли у входа, а за спиной, поддерживая под руку Екатерину Степановну, был Олег Антонович. Там, кстати, я прикупил ей кое-какие продукты, сказал он и отправился к машине. Этот день они прекрасно провели, жаря шашлыки на лужайке у нового дома Анны и делясь полученными от такого сюрприза эмоциями. Я даже представить не могла, что здесь, оказывается, может быть так красиво, восторженно говорила Анна. А запах дерева просто умопомрачительный. Олег Антонович, спасибо вам огромное, мне даже уезжать не хочется. Мужчина тут же посмотрел на Екатерину Степановну и, улыбнувшись, сказал. А мы сейчас попросим твоего грозного директора дать тебе недельку отпуска. Думаю, ты заслужила. А в качестве охраны могу предложить твоему братцу пожить тут. Продуктов запас я обеспечу, а вы уж тут сами обустроитесь да обживете новое жилище. Так называемый грозный директор, мило улыбнувшись, сразу ответила. Почему бы и нет? Аннушка и так круглые сутки на работе, а тут такое дело. Пусть хоть немного отвлечется. нам, конечно, будет ее очень не хватать, но, думаю, как-нибудь разберемся. Анна растерянно смотрела на всех и вдруг испуганно сказала. Так я ж без вещей, целую неделю во что-то же переодеваться надо. Да и продукты какие-то нам с Игорем наверняка нужны. Но Олег Антонович, подмигнув, сыну ответил. Мы все продумали. Надеюсь, размером угадали. Там в одной из комнат, которую делали как твою спальню, в шкафу все необходимое. Блузки, брюки, спортивные костюмы и даже пижама. Пришлось Катерину, Свет Степановну подключать, чтобы всякие там женские штучки помогла купить. Продуктов на кухне на пару дней хватит, а там мы с Катюшей снова приедем. Он впервые и назвал так Екатерину Степановну и сам испугался, но она в ответ так ласково на него посмотрела, что он туда шел и, обняв ее, тихо добавил, «Можно я теперь тебя так буду называть, моя Катюша?» Женщина, застеснявшись, как школьница и покраснев, лишь кивнула головой и скромно отвела глаза. Когда Олег Антонович и Екатерина Степановна уехали, брат с сестрой долго сидели на крыце и рассказывали друг другу о своей прошлой жизни. Они словно не могли наговориться, наверстывая все упущенные годы. Уже далеко за полночь, поезжавшись от прохлады, Аня сказала, «Пойдем-ка, братик, спать, а то еще не ровен час простынем тут с тобой, еще успеем наговориться». «Ты, кстати, завтра спой сколько хочешь, а я пробегусь по местному лесу, глядишь, ягод каких грибов соберу». Эту ночь Анна спала, как убитая. Казалось, она даже проснулась на том же боку, на каком уснула, так ни разу не пошевелившись. Лишь открыв глаза и увидев лучик солнышка, светившись сквозь шторы на стену, женщина счастливо улыбнулась. Ведь она впервые и проснулась в своем собственном доме. В это было сложно поверить, но это было правдой. Быстро одевшись, Анна сделала пару глотков чая, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить брата, отправилась в лес. Погода была просто великолепной. День обещал быть жарким и солнечным, но в столь раннее утро было еще прохладно, а на траве поблескивали капельки росы. Напивая что-то под нос, зеленью леса. Сколько Анна пробродила в поисках грибов, она не знала, но, собравшись вернуться домой, поняла, что заблудилась. Как Анна не пыталась вспомнить, откуда пришла, и найти хоть что-то приметное или хоть чуть знакомое, все было напрасно. Совсем выбившись из сил, женщина присела на старый пень под большим деревом и растерянно проговорила. Да что ж такое, я же вроде хорошо ориентируясь на местности, а тут взяла и заблудилась. Не хочется, блин, помирать, так и не пожив в новом доме. В этот момент прямо за ее спиной раздался детский голосок. Тетенька, не надо умирать, вы такая красивая и молодая, вам нельзя. Хотите, я вам помогу, отведу к папке, а уж он вас быстро спасет. Он всех спасает, птиц, зверей и даже людей. Мой папа, егерь. Обернувшись, Анна увидела маленькое кучеревое создание лет шести, очень похожее на ангелочка. Мальчишка взял ее за руку и потянул куда-то в сторону. Только в этот момент Аня увидела, что мальчик прихрамывает на одну ножку, и ей стало так жалко малыша, что она предложила. Давай я возьму тебя на руки, а ты будешь мне командовать куда идти. Но тот остановился и очень серьезно ответил. Вы меня не жареете, я уже большой, а к ножке уже привык. Давно это у меня. Еще мамка была жива, а я дурак, полез на чердак, да сорвался. Но папка говорит, что когда-нибудь мы соберем денежку и поедем в город делать операцию. А пока у нас еще нет этих самых денежек столько, сколько нужно. Я ему сказал, что подрасту и буду помогать зарабатывать. Анна была поражена, каким рассудительным был малыш в своем возрасте, и ее сердце сжалось от истории Илюши, так звали мальчика. Они шли минут двадцать, и за все это время парень ни разу не остановился, всем своим видом показывая, что совершенно не устал. Когда они вышли на большую светлую поляну, где в центре стоял большой рубленый дом, мальчишка закричал. «Пап, смотри, кого я привел». Эта красивая тетенька чуть не плакала в лесу и говорила, что умрет. А я ей пообещал, что ты ее обязательно спасешь и привел к нам. Только в этот момент Анна увидела, кому он это все кричал. В дальнем углу участка стоял высокий молодой мужчина, держа косу наперевес. Он был в одних брюках и с голым торсом. Анна залюбовалась красивым, загорелым и накачанным незнакомцем, лишь перехватив его взгляд, стеснительно опустила глаза. И что же эта поставив косу, начал мужчина. Ты, сын, прав, такие красавицы не должны умирать. И мы сначала напоим ее нашим с тобой вкусным чаем, а уж потом будем помогать. За чаем они смогли познакомиться, рассказав друг другу немного о себе. Леша, так звали Игеря, был вдовец. Жена умерла пару лет назад от рака, а он остался с маленьким сыном на руках. Оставаться жить там, где они были счастливы, он не мог и, забрав мальчонку, согласился стать егерем. Анна, в свою очередь, рассказала про не очень счастливое замужество, про завещание, про дом, про найденного брата. Анна сама себе удивлялась, как легко она все это поведала первому встречному, но при этом ей хотелось говорить и говорить. Анна ловила себя на мысли, что она как будто много лет была знакома с Алексеем и ей совершенно не хотелось с ним расставаться. Домой она добралась уже под вечер. Из порога увидела испуганное лицо брата. «Ты что меня так пугаешь?» Возмущенно начал он. «Я места себе не нахожу. Тебя нет целый день, а вдруг с тобой что случилось?» В ответ она загадочно улыбнулась и таинственным голосом сказала. «А со мной случилось, братик». Я, кажется, влюбилась. Он такой сильный, красивый, необыкновенный. Его голос можно слушать всю жизнь. А еще у него есть маленький синишка, которому очень нужна медицинская помощь. Анна подробно рассказала брату обо всем случившемся с ней в лесу, и тот, дослушав ее, проговорил. «Надо будет про малыша сказать отцу. Он точно найдет возможность ему помочь. Но ты, сестричка, пообещай больше меня так не пугать. Я не переживу, если с тобой что-то случится». Анна подошла к брату и, обняв шепотом, сказала, «Что ты? Мы теперь никогда больше не потеряемся. Я всегда буду рядом. И не только, когда тебе нужна будет моя помощь». Алексей Алексей каждый день стал приходить с Лешей, принося Анне то чернику, то землянику. Они познакомились с Игорем и даже подружились. У мужчины оказалось много тем для разговоров, и Анна радовалась, что может каждый день встречаться с Лешей. И Леша же, как только они приходили, бежал к Анне и, прижавшись всем своим маленьким тельцем, шептал, «Анечка, я так соскучился! Мне без тебя грустно теперь!» «И мне без тебя», шептала в ответ женщина. И это было истинной правдой. Ей действительно не хотелось расставаться ни с Решей, ни с малышом, и она даже представить не могла, как сможет уехать обратно в город и жить без них. Когда в выходной к ним приехали Олег Антонович и Екатерина Степановна, у них в гостях как раз был Алексей с сыном. Все дружно накрыли стол на улице, к этому времени Алексей с Игорем умудрились смастерить небольшой навес. Екатерина Степановна привезла вкусных пирогов, Анна сварила вкусный дрибной суп из принесенных Лешей подосиновиков. За обедом Олег Антонович был явно чем-то взволнован. Обычно веселый, он сидел какой-то задумчивый, поглядывая украдкой на Екатерину Степановну. Потом, собравшись с духом, он поднялся и сказал «Дети, я долго собирался, не решался, волновался и, наконец-то, готов. Впервые за долгое время я по-настоящему счастлив. Со мной мой сын, а теперь еще и дочка. Разреши уж, Аннушка, тебя так называть. Но кроме того, я встретил женщину, с которой хочу быть рядом до самого последнего вздоха. Достав маленькую коробочку из брючного кармана, он повернулся к растерянной Екатерине Степановне и продолжил «Любимая Катюша, я, конечно, в силу возраста уже на колено не встану, как в фильмах. Уж прости, жених не молод, но прошу тебя, в присутствии детей и гостей, дай ответ, станешь ли ты моей женой? В свою очередь клянусь любить тебя всю свою оставшуюся жизнь». Повисла тишина, и казалось, если вдруг Екатерина Степановна откажет, Олег Антонович упадет тут же. Но, умолчав буквально секунду и смахнув слезу, женщина тихо ответила. «Конечно, согласна, Олежка, я же без тебя уже тоже не представляю жизни». Мужчина радостно надел ей на руку кольцо и крепко поцеловал. Отчего она засмущалась и, посмотрев на Илюшу, сказала, «Ну что ты, тут же дети». Тот же в ответ, надув губы, буркнул, «Я не дети, и как целуются дяди с детьями, я уже в кино видел». Все весело рассмеялись, но это были еще не все сюрпризы. Дождавшись, когда все досмеются, поднялся уже Алексей. Весь его серьезный вид говорил о том, что он тоже долго готовился к этому разговору. «Я не знал, как начать и когда сказать то, что я хочу сейчас произнести», волнуясь, начал мужчина, «но раз уж сегодня день признаний, то я тоже хочу в вашем присутствии признаться одному человеку, что он мне очень симпатичен». «Аннушка, за эту неделю мы с Илюшей к тебе очень привязались и совершенно не хотим, чтобы ты уезжала». Илюшка, тут же хромая, подбежав к Анне, прижался и чуть ли не прокричал, «Не уезжай, пожалуйста». «Мне без тебя будет плохо, да и папке тоже». «Я хочу, чтобы ты вообще стала моей мамой». Алексей, грустно улыбнувшись, сказал, «Ну вот, сын, ты меня опередил». «Я действительно хотел бы быть с тобой, Анют». «Понимаю, конечно, что мы еще слишком мало знакомы, но ты знай, мы с Илюхой тебя очень ждем». «Возвращайся скорее к нам». Тут уж не выдержал Игорь, хлопнув себя по коленке, весело сказал, «Ну вы, родственнички, и даете». «Глядя на вас всех, самому хочется жениться, да пока ни на ком». Анют, соглашайся, Леха, хороший мужик. Уж в обиду тебя он точно не даст, да и сам не обидит. Анна, прижав к себе крепко Илюшку и погладив по голове, тихо ответила, «Разве же я могу отказаться от такого счастья быть мамой такого замечательного ангелочка?» Через несколько месяцев в одном из самых дорогих ресторанов города шумело целых две свадьбы сразу. Невесты были одеты в светлые платья, а в волосах каждой были маленькие белые цветочки. Женихи же, одетые в строгие, идеально сидящие костюмы, галантно подставляли им руку перед входом в зал. Но красивее всех выглядел маленький светлый малыш, одетый в кремовую тройку с бабочкой. Он буквально светился от счастья и не отпускал руку одной из невест. Алексей даже в шутку шепнул о ней, я даже запутался, кто из нас жених, я Илья Илюха. На что Анна, поцеловав мужа, ласково ответила, «Вы для меня одинаково любимы и дороги, так что не переживай». После свадьбы Анна навсегда перебралась к Алексею, а в ее дом с радостью по выходным приезжал брат. Олег Антонович нашел хороших специалистов и оплатил операцию на ножку Илье, и тот уже через год резво крутил педали велосипеда, подаренного, как он говорил, дедом Олегом. Олег Антонович вообще очень любил заниматься с мальчиком, и тот с удовольствием оставался иногда у них в городе. Екатерина Степановна тоже обожала мальчишку, считая его своим внуком, как и супруг. В одну из таких поездок Илья зашел на кухню, где Екатерина Степановна готовила ужин и заговорщицки прошептал, «Бабуль, а у меня скоро родятся братишки». Я подслушал, как мама Аня папке сказала. Она ездила в город и, когда вернулась, показала какую-то бумажку, сказав папе, чтоб готовился воспитывать еще двоих. Он ее как обнял, как закружил по комнате, аж чуть не уронил. Отвозя внука домой, Олег Антонович рассказал о беседе бабушке Илюше на кухне, вопросительно посмотрев, спросил, «Это детские фантазии или...» Родители мальчика, переглянувшись, рассмеялись, и Аня счастливо ответила, «Или готовьтесь стать дедушкой и бабушкой еще двоих внуков или внучек». Спустя положенный срок у двери родильного дома дежурила большая компания, состоявшая из красивой пожилой пары, двух мужчин с огромными букетами цветов и мальчишкой, крепко держащего отца за руку. Все радостно кинулись ко входу, когда в дверях появилась счастливая Анна с двумя маленькими свертками на руках, украшенными розовыми бантами. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх, для меня это очень важно. Всего...